Хлеб будет, зерна Приднестровью хватит, даже если в этом году будет не урожай. Только на Тираспольском комбинате хлебопродуктов запасов на полтора года. Пшеница выкинула колос. Это остистая. Конечно, колосок не скажу, что сильно большой. Бывали годы. Но закладка урожая, конечно, не на 70-80 центнер, но на 6 тонн, я думаю, что тут урожай должен быть. Сорта пшеницы, которые выращивают на полях Владимировки, искрят названиями. Пандия, Гюзель, Терея. Колоски зеленеют на солнце. Недавно прошел дождь, а еще поля под орошением. В этом году засуха. Мы поливаем. И сейчас мы видим, какой результат. Пшеница красавица. А это столичный комбинат хлебопродуктов, главный по стратегическим запасам. Здесь на комбинате хранится где-то полуторагодовой запас постоянно зерна. Для того, чтобы мы в полной мере обеспечивали потребность нашего основного потребителя муки, терраспольского хлебокомбината. Через месяц в полях начнут уборку. Сейчас на комбинате готовят боксы, а пока перерабатывают запасы. Вот так бежит зерно. Здесь производится три сорта муки. В количестве переработки примерно до 100 тонн зерна и с выходом 75%. Отделение станков, где происходит многократное измельчение продуктов переработки. Качество муки проверяют в лаборатории. Через каждые два часа мы отбираем муку и формируем среднесменный этот образец и его исследуем. Вот влажность. Он показывает, что в этой муке 14,3. Зольность у нее 0,49. Все соответственно. Белизна 60. Хорошая беленькая мука. Мука высокого качества. Дальше на терраспольский хлебокомбинат. На прилавке и в наши дома. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...